Ты, уба человека, любчи царю, прийди и ныне, наити им святаго твоего духа и освети воду сию, и дашь ей благодать избавления, благословения Иорданова, сотвори ее нетление источник, освящение дар, грехово разрешение, недугов исцеления. На часах полночь, 19 января, пляж Золотой берег. Священнослужители Одесской епархии осветили воды Черного моря, и десятки одессидов, невзирая на морозную погоду, совершили традиционный для себя обряд омовения. Проводивший по случаю праздника в Свято-Успенском кафедральном соборе службу митрополит Одесский Измаильский Агафангел подчеркнул, что именно в этот день вода обладает целительной силой. Сегодня для нас в Великой Святыне является крещенская вода. Нас Господь на водах вопит. Придите, почерпите воду премудрости, воду разума, воду благочестия. Эта Великая Святыня сегодня наполняет сердца верующих. Она наполняет дома, монастыри, храмы. Она замывает наши грехи. Она приводит нас к спасению. Великая Святыня, которая употребляет в предсвящении домов, храмов, антиминцев, Ей дают причащаться, укушать тех, которые запрещены, отлучены от причастия. Она является утешением, скорбя молящим. Она исцеляет немощи. Она разгоняет бесов. Она является великой святыней. Утром 19 января на Крещенских пляжах также было немало наших земляков, если учитывая карантинные ограничения и не самую благоприятную эпидобстановку в стране в целом. В Лузановке, на Лонжероне и Золотом берегу установили палатку с печкой и горячим чаем. Вблизи дежурили медики и спасатели, чтобы одесситы максимально безопасно погружались в море, а главное возвращались на сушу. Наша смена началась еще вчера с 10 часов вечера. Примерно где-то к 11 часам, полдвенадцатого, была основная масса людей, которые приходили и купались. За часу дня, с прошлыми годами, конечно, было меньше народу. Наверное, сказывается и карантин, и очень холодная погода была. Море аж дымилось от того, что оно теплее, чем это вот. Сейчас пока еще мало людей, я так предполагаю, что не предполагаю, а так оно, как бы, будний день, люди все на работе, я думаю, основная масса будет подтягиваться там, наверное, после четырех часов. Сейчас становится очень хорошо, мало людей, пик ожидается ближе к обеду. Уже было одно развернение, летняя женщина вдвече ходила в воду, вызвали шатху, но есть там сейчас нормально. Те, кто, несмотря на мороз в минус 15 градусов, решился окунуться, говорят, что море сейчас бесподобное. Водичка потрясающая, я в этом деле не новичок, порядка 30 лет я плаваю. Несколько лет у нас в Одессе живет дочечка и зять наш, мы сюда уже несколько лет проезжаем. Это разные впечатления, когда окунаешься просто в пруд, и когда ты заходишь в соленую воду, поэтому невероятные ощущения. Отличные впечатления. Мне будет в апреле 79 лет, купаясь округлый год. Скажите, как водичка? Очень тепленькая, замечательная. В этом году от прошлого как-то отличается? Да, солнца больше, теплее. Верите в то, что это здоровье на весь год? В любом случае, мы готовимся, мы не просто окунаемся, мы готовимся, закаляемся. Поэтому для здоровья в любом случае это огромный плюс. Супер вода, но я сам киевлянин, в Киеве постоянно ходил на Днепр. На море хожу 6 лет, здесь живу водитель, 6 лет хожу на море. Каждый год. На Лонжероне установили несколько палаток портативных бань. Купальщикам выдавали горячий чай, а за всем этим наблюдали спасатели. Палатку обогрева, а также приятные сладости на пляже Лонжерон предусмотрела и партия «Оппозиционная платформа за жизнь». По инициативе народного депутата и головы городской организации Николая Скорика, сегодня мы организовали пункт обогрева. Сегодня у нас чай, у нас есть еще ряд угощений, место, где можно согреться. Сама палата такая же теплая, где можно переодеться. И сегодня для всех одесситов также организовали такую мобильную палатку, чтобы они могли переодеться. В целом, людей было очень много, на самом деле, потому что, ну, действительно, это такой праздник, который, несмотря на карантинные ограничения, все равно люди приходят, все равно люди как бы чествуют и все равно, скажем так, окунаются в море, несмотря даже на локдаун, несмотря на холодную погоду. На протяжении всего дня на пляжах царила дружеская атмосфера. Приятно удивило количество православных верующих, которые решились пройти традиционный крещенский обряд, несмотря на погоду. Те, кто решили в этом году по разным причинам этого не делать, искренне поддерживали смельчаков. Телеканал «Репортер» поздравляет всех с великим православным праздником – Крещением Господним. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, Телеканал «Репортер».